Библия нам говорит, дорожите временем, потому что дни лукавые, да действительно, оно по-любому приходится всегда наблюдать за временем, наблюдать за часами. Давайте сюда чуть лиже, пожалуйста, встань. Вот, а даже может быть здесь, да. Я хотел бы сейчас пригласить одну молодую семлю, и я рад, что папа, Владимир Кузьменко, пастор, вот, тоже присутствует здесь, и кто-то из их родственников здесь, сестры присутствуют, поэтому очень рад, пожалуйста, займите ваше место. Я хотел бы обратиться к вам. Эту семью Господь благословил. У них второй ребенок. Вот, одна уже дорогу знает точно, она после служения сюда заходит, уже примеряется. Видите ли, фотограф ходит, фотографирует, другой у нас есть, который любит микрофон держать, вот уже готовится к этому. Итак, Вадим, Маргарита, у вас первая дочь, дайте имя, пожалуйста, громко всем. Эвелин и Сара, вы слышите? Ну, всяких имен уже я слышал, но, слушайте, у нас, похоже, наверное, в церкви Сары-то еще и не было. Поэтому Сара, известное имя, для нас очень-таки оставило хороший след. И сегодня я вам дам очень-таки короткое слово. Правда, у них уже есть определенный, можно сказать, experience, определенные знания. Воспитывает дочь, она их слушается. Кроме того, у них из дома свой садик, они еще и других учат. Поэтому это уже как бы родовое, перешло от папы, от мамы больше, вот такое знание. Но оно понятно. Оно вам надо, и вы этому должны учиться, чтобы воспитать ваших детей правильно. В Библии говорит, что дети есть награда от Господа. Почему они сегодня здесь, я скажу за них, и вы знаете почему. Они просили, они предупреждали, не зря отец приехал, сестры приехали. Мы сегодня хотим благословить их, посвятить их, скажем, Господу. Понятно, они их уже благословляли до рождения, они благословили, когда они родились. И Вадим работает вот у нас, в нашем морской бизнесе. Мы имеем общение, и мы так были рады, когда он прислал первую фотографию, и там вот уже родилась дочка такой довольный, такой радостный. Это благословение, это есть утешение для родителей. Скажу вам, дети есть определенный посев, у них мы сеем. И вы знаете, может быть, наверное, все хотели бы, чтобы то, что мы сеем, и ожидаем как бы, чтобы оно выросло во сто крат. Но, к сожалению, надо наблюдать, что иногда получается, наверное, 30, если так оценить, иногда получается 60, ну и есть примеры, действительно, сто крат это действительно радует. Это наша оценка. Вы знаете, трудно сказать. Ну, доктор спрашивает, скажите, а у вас на сколько болит, на 10 или на 5? Я помню, мама лежала в больнице, и хотя по-английски ничего не говорит, говорит, что он спрашивает, мама, на сколько у вас болит? Она говорит, скажи, на 7. Вот каким-то образом она приблизительно приценилась. Еще не 10, что уже, ну, сильно, но уже и не 5, 50 процентов, а болит вот немножко сильнее. Поэтому, может быть, я приведу коротко и быстро такую аналогию. Помните, когда народ израильский должен был выходить в обедованную землю, было для них слово, чтобы они помазали перекладины, косяки дверей. Я вам скажу, нечто подобное нам, как родителям, надо делать. Наши дети идут в этот мир, слушают, много видят, интернет, компьютер, телефоны, айфоны. Ну, куда ни зайди. И я вам скажу, вот недавно мы летали, вот, и смотрел. Мама пришла, 5 детей. У папы есть свой, не знаю, там айфон большой такой, у мамы. Всех 5, все повынимали, и только сели уже, все сразу что-то смотрят. Все что-то смотрят, все что-то ищут. Хорошо, если хорошее ищут, и если хорошее смотрят. Поэтому мы благословляем вас на доброе, хорошее поведение. Но знайте, что учит школа, что учит, правда, у вас есть свой садик уже хорошо, но еще будет и улица жучить. А ваш домашний, конечно, уют и церковь для этого приложит свою, можно сказать, руку. В Псалме 77, там с 3 по 7, можете показать вот эти стихи потихонечку. Но я скажу своими словами. Библия говорит, чтобы мы не скрыли от детей наших. Идя дорогою, садясь, ложась, вставая, везде и всюду, говорите Господе. Напоминать о Господе учить наших детей. Чтобы они возлагали свою надежду на Господа, чтобы они не забывали Божий дел, об этом мы учим в церкви, воскресная школа, и чтобы они учились заповедям Господним. Внушайте об этом детям вашим. Пусть Бог вас благословит и поможет. Это хорошо, и, наверное, вы сегодня можете всем смело сказать, вот мы и наши дети. Хорошо, когда немаленькие нам здесь дерзновения их привезти, посадить, и как бы они, понятно, должны слушаться. Но будет очень хорошо, Вадим и Маргарита, когда дальше даст Бог время, чтобы всегда вы могли сказать, вот я и мои дети. Это похвально, это благословенно, это хорошо, пусть Бог благословит и поможет. Нету времени, я только коротенький стих, не знаю, кто написал, но написал довольно-таки удачно. Дети – это счастье, дети – это радость, дети – это в жизни свежий ветерок. Их не заработать – это есть награда. Их по благодати взрослым дарит Бог. Дети – это радость, дети – это счастье. Дети – это ночью частые вставания. Дети – это соски, молоко, горшки. Дети – это споры в вопросах воспитания. Мамины молитвы, папины посты. Дети – это ласка, искренность и дружба. Спор от понарошку любят так всерьез. С ними нам лукавить, прятаться не нужно. Детскими глазами видно нас насквозь. Дети – это папы, часто нету дома. Дети – это мама, целый день. Дети – это часто узкий круг знакомых, Собственные планы двигаются в тень. Дети – это будто жизнь пошла сначала. Первые улыбки, первые шаги, первые успехи, первые провалы. Дети – это опыт. Дети – это и мы. Потому что дети и мы – это одна семья. Папа, мама когда-то пели в России песню. И наша страна – это все. Я и наша страна – это мы все вместе. Дети – это одно единое целое. Мы уже готовы молиться о том, чтобы Господь благословил вас. Поэтому знайте, воспитание детей для вас самая главная задача. Можно заработать деньги, но выпустить из вида детей. Поэтому пусть все у вас будет мерою благословения. Тем более, я вам скажу, чем старше я становлюсь, а скоро будет 6,0, то я вам скажу, я уже теперь точно свидетельствую, что вижу, что все, что дал для нас Господь, дал попользоваться на время, как кредит. Попользуйся и ничего собою не заберешь. Пусть имя нашего Господа будет возвеличено. Вот. Беседы из одним из раввинов и вообще из людей народа израильского, которые проживают здесь в Америке, они ложат вообще, чтобы детей даже не отпускать в школу. Они говорят, мы очень переживаем. Да, школа учит хорошему там, действительно, хорошие и серьезные знания. Но они опасаются того, что как бы не ушло то, чему они должны научить, особенно говорить, нашему укладу, нашему служению Господу, нашему поклонению Ему. Поэтому будьте разумны, будьте благословенны. Пусть Бог вас хранит, пусть Бог вам даст мудрости, пусть Бог вам даст свое благословение. Он дал здоровье, он дал красоту, он дал вам финансы. У них есть жилье, у них хорошие автомобили, хорошая работа, я полагаю. Не потому что у нас, но потому что, действительно, ну, когда работаешь и тебе нравится, то уже хорошо, не правда ли? Поэтому благословение вам. Я попрошу церковь, вставьте, папа, пожалуйста, пройдите, возьмите вашу внучку, помолитесь Господу, благословите. А мы, как церковь, поддержим молитвы и благословим именем Господнем. Молимся Господу. Господи Бог, мы благодарим Тебя. Аллилуйя Тебя. Я благодарю Тебя вместе с моими дитями. Господи, за эту прекрасную внучку, которую Ты дал мне, Господи. Я благословляю снова детей и одну внучку, и вторую благословляю, Господь, чтобы эта семья богатела в Тебе, в Боге. Я хочу, чтобы Ты их благословил от Твоих источников, главное, верхних и нижних, чтобы были у них полные, Господь. Да будет милость Твоя над этой семьей. Да, чтобы в свое время для них и для деток их был открыт свободный вход в Твое небесное царство, Господи. Ничего так не желаю, как встретиться, Господи, у ног Твоих с дитями моими и внуками моими. Аминь. Да благословишь Ты, Господи, эту семью, и я их благословляю для Тебя, в руки Твои отдаю. Да любят они Тебя, как написано, всем сердцем, всею душою и всем разумением своим. Да будут они постоянно в руке Твоей, в Твоем благословении, вечный Бог, во имя Иисуса Христа. Будь прославлен. Хвала Тебя, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит, Господь, лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. И весь народ да скажет Аминь. Спасибо.